Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Я хочу представить вашему вниманию вырезанный фрагмент из предпоследнего занятия проекта Точка Роста. Это онлайн-курс, где я разбираю онлайн анонимно разных участников. Как правило, это участники нашей предыдущей программы, которая называется Сезоны. Я предлагаю вашему вниманию тему самооценки и конкретный кейс с конкретной технологией, анализом, причинно-следственной связью, как выглядит, как работать, что надо делать. Я убежден, что если вы внимательно посмотрите от начала до конца этот кейс, он перевернет ваше понимание в целом о психотерапии, в целом о том, как выглядит и как надо работать самооценкой. И даст вам понять, что необходимо делать. А делать необходимо не смотреть, читать, а необходимо выполнять определенные действия, работать над собой, и тогда вы достигнете результатов. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому кейсу. И фактически Александру, который дал свое согласие на размещение этого кейса, И я убежден еще раз, что этот кейс поможет огромному количеству людей. Саша, вам отдельное еще раз большое спасибо. Смотрите внимательно. До встречи. Давайте дальше. Не могу справиться с тем, что меня преследует чувство, что я должен быть лучше других, но с другой стороны меня гложет сомнение, что я могу быть лучшим, и я начинаю ему солить мысли, что я не достоин этого. В таблицах это пробовал. Становится более контролируемый процесс мысли, в целом результат есть, но не до конца. Хорошо, вот видите. Вот как приятно, когда на точку роста приходит человек, который начал процесс, но у него есть какие-то недоработки. Потому что большинству людей задают вопрос, который процесс не начинали. Поэтому, Александр, давайте с вас начнем. Так, скайп у меня есть. Есть. Все работает. Так, Александр, позвоните мне, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, Алеш, привет. Да, Александр, добрый вечер. Сделайте потише основной компьютер. Сейчас. Так, нормально? Вроде да. Так, сейчас, одну секундочку. Мы с вами знакомы? Нет. А, просто обычно мне говорят, Леш, привет. Те, кто обычно со мной где-то занимался. Так, мы с вами не знакомы. Я так понял, что вы были на каком-то из сезона? Ну да, на прошлом, да. На одиннадцатом. Да. Смотри, чтобы мне быть для тебя более эффективным, расскажи мне коротенько, пожалуйста, что тебя привело на одиннадцатый сезон, а потом мы перейдем к твоей формулировке. Ну да, много чего привело у меня, и у УКР были, и панические атаки, и вообще весь набор цветовой дамы, который преследует при неврозе. Я практически от всего там избавился, и от панических. Ну, панические атаки – это вообще самое такое легкое, от чего можно избавиться. У УКР были посложнее, тревожное состояние такое было очень завышенное, и вот сейчас вот такие какие-то мысли преследуют, которые сейчас сложно их это контролирует или избавиться от них. Насколько ты сам оцениваешь, что тебе попроще? Было стало в процентах? В целом не про панические атаки, а в целом про общую симптоматику, про этот букет, как ты говоришь? Ну, если рассматривая по десятибалльной шкале, ну, если десять баллов – это отлично, ну, где-то на семь, я сейчас ощущаю. То есть ты хочешь сказать, что ты процентов на шестьдесят пять, на семьдесят тебе попроще в целом? Да, да. Это хорошо. А сколько ты по вот этой симптоматике, у тебя вся вот эта большая присутствовала? Ну, вот прям пик у меня, началось где-то мне года два назад, пиковое такое состояние было где-то первые полгода, месяцев семь, и потом потихоньку все на спадшую. Ну, расскажи, знаешь, чего, вот вообще, если это два года, расскажи мне короткую историю, с чего началось, как развивалось без спада, а вот про нарастание. Началось и как началось, и с чего и куда. Да. Я это все проанализировал, сейчас тебе все расскажу. Как приятно работать с людьми, с адекватными. Давай, извини, расскажи. Я вообще сам по себе такая мнительная личность, и я работаю топ-менеджером в компании, и у нас в компании произошел такой случай, когда поставили перед, ну, и проинформировали то, что вот вы год отрабатываете, и через год мы будем пересматривать должности, никого-то упразднят, кто-то дальше пойдет. Ну, и, соответственно, у меня, как обычно, самооценка занижена, и думаю, что это я буду, потому что я не достоин, я не умею, эти люди лучше меня. Ну, и, соответственно, меня постоянно в течение года это напряжение ко мне было, соответственно, уровень всего этого эмоционального состояния поднимался, ну, и в итоге меня, соответственно, понизили, ну, с хорошими условиями, там, ничем не били, но все равно такой как удар-поддых, ну, и вот после этого практически там оно все и началось. Первое – это панические атаки, которые там с давлением до 160 и невероятно страшно, но ты все это знаешь. А ты проанализировал, почему для тебя понижение стало таким эмоционально стрессовым? Ну, не каждого человека, которого понизят, но оставят ему там денежку, да, там, бонусы и так далее, он к этому так эмоционально отнесется. Как ты думаешь, почему именно для тебя это было настолько стрессогенным? Как ты воспринял это понижение? Кто-то вот воспримет, ну, так случилось, жаль, да, но ничего. Я, смотри, воспринял для себя, что я лузер, я не достоин этого. Ну, то, что, грубо говоря, я как себе, типа, мусолил эти мысли, то, что я плохой, оно это и получилось. То есть ты это воспринял, как самосбывающееся пророчество, что это доказательство такое было? Нет, просто то, что я плохой. То есть, если бы тебя не понизли, ты был хорошим, а поскольку понизли, ты плохой. Да, совершенно верно. Как личность причем? Потому что, если бы ты был нормальный, как личность, тебя бы не понизили. Логично, да? Я не про личность, я говорю в целом про профпригодность человека. Про профпригодность больше, да? Да. Про личность другой разговор. Там тоже много. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Саша. Саша, скажи, пожалуйста, для тебя профпригодность – это что-то значимое для тебя? Да. А почему, как ты думаешь, почему именно профпригодность для тебя является слишком значимой? Я хочу быть полезным людям, быть лучшим для себя, доказать себе, что я достоин чего-то, что я могу добиться успеха. Ну, успешность, грубо говоря, основа критерия всего этого оценки. То есть для тебя есть знак равенства. Успех, значит, я какой? Достойный. Хороший. Хороший. Да. Что ты об этом думаешь? Если успеха нет, я блудешь. Да. Критерии успеха у тебя какие? Ну, их несколько. Ну, если смотреть на профессиональном поприще, то это, соответственно, зарплата. Это, соответственно… Вообще мне очень нравится, когда меня хвалят, но этого редко когда получаю. То есть похвала, зарплата. Если смотреть на личностном, то успех, я считаю, когда у меня большое окружение, много друзей, я постоянно кому-то нужен, востребованным. Смотри, зарплата, похвала, друзья и востребованность. Да. То есть у тебя, в принципе, твоя система взламывается буквально в неделю максимум. То есть чтобы тебя взломать и пустить тебя под откос, достаточно сделать так, чтобы тебя не хвалили, где-то тебя критиковали, друзья были заняты, дифирамбы тебе не пили. Да. Все это немножко затянется по времени, и ты сольешься. Точно. Какая большая уязвимость. Ну, вот в рамках сейчас нынешнего положения, ну, такого навряд ли будет, потому что, я там писал, я и в таблицах прорабатываю, ну, из-за твоего прошлого курса он мне очень помог, и я прорабатываю процесс и контролирую эти мысли. Ну, и поэтому они так не сильно на меня влияют, но все равно, знаешь, я вроде там флю подноготную знаю, там, и в детство там вернулся, там, не знаю, откуда ноги растут, вроде все понимаю. Чего-то не хватает. Да. Вот смотри, давайте я такой вопрос задам. А что ты сам сегодня думаешь про наличие или отсутствие твоего успеха и про зарплату, про друзей, про восторг, про похвалу? Ну, про зарплату нормально, доволен, но вот именно меня больше, наверное, беспокоит личностно, ну, если брать вот на данный момент времени. Что-то меньше, да? Ну, то, что друзей не так много, как хотел бы, общение такое было. У меня вот знакомые по университету были, ну, друзья, я их еще знаю, общаюсь с ними. Он такой наш человек, ну, допустим, примером для меня является. У него вокруг постоянно куча людей, его окружают много друзей, он такой востребованный человек. И для меня он как бы является примером, и я считаю, если человек хороший, то к нему люди тянутся. Если он не хороший, значит, у него нет окружения, и этот человек никому не нужен. Вот у меня, соответственно, друзей там не очень много, и вот поэтому я как-то начинаю это переваривать и на себя все. Знаешь, почему у тебя, точнее, чего тебе не хватает? Ты, скорее всего, благодаря той работе, которую ты сам проводил, ты справился на уровне техническом каком-то, который более-менее терпим. но по твоим словам, я слышу, что ты не изменил сам центральный подход к связке успех, который означает, что я хороший. стержень, то есть центральный стержень, конструкция, уважать и я достоин только при условиях, ты не изменил. Я поясню по-простому. Ты по-прежнему внутри себя выстроил конструкцию про условия. Вот, например, ты сейчас говоришь про количество друзей. про количество друзей, про востребованность, про зарплату, про восторг, то есть у тебя по-прежнему сохранилась концепция условной любви и условного уважения. Да, это так и есть. Да, то есть фундаментально, фундаментально у тебя, скажем так, проблема не решена. То есть фундаментально ты говоришь, есть определенный ряд условий, при которых я нормальный. Просто благодаря курсу и твоей работе ты смог перестать себя тревожить. Да, не перебеждаю себя. Да, ты смог перестать себя раскочегаривать, но болезненная уязвимость, она осталась, потому что она у тебя возникает в сфере условного уважения к себе. То есть у тебя до сих пор очень сильные связки с понятием успех и достоин любви и уважения. И ты до сих пор бегаешь за количеством друзей, ты до сих пор бегаешь за похвалой и за всеми вот этими ништяками, которые типа все-таки приведут тебя к ощущению, что ты достоин. Потому что глубинные твои изменения, глубинные твои изменения, они начнутся тогда, когда ты сядешь и скажешь, но ты себя прибрешь к пониманию. Саш, ты человек такой, как все. Любить, уважать или не любить, не уважать могут любого человека, независимо от того, много у него друзей или мало. Есть человек, который окружен огромным количеством друзей, но все считают, что как человек он говно. А есть человек, который окружен несколькими друзьями, но все говорят о том, что он офигенный человек. Есть человек, который добился очень высоких финансовых результатов, но как человек он говно. А есть человек, который добился не супервысоких финансовых результатов, но как человек он классный. Потому что ты до сих пор меряешь себя некими измеримыми критериями относительно других людей, все еще считаешь, что это характеристика тебя и характеристика других. То есть концепция условной любви, условного уважения и самоуважения у тебя не закончилась. Ты все еще в беготне за вот этой концепцией. И стоит сейчас ветру поменять направление, где опять у тебя что-то будет не так по работе, с зарплатой, с друзьями, с похвалой или там с количеством друзей, все, ты опять зашатаешься. Да, возможно. Поэтому тебе надо сейчас больше сфокусироваться на убеждении, а действительно ли я плохой при отсутствии такого-то количества друзей, а действительно ли я недостоин уважения и так далее, если у меня что-то не получается. Да, было бы неплохо, если бы у меня получалось все и всегда. Но я прекрасно понимаю, что нет человека, у которого получается все и всегда. И это никак не связано с моим достоинством или с моими характеристиками, хорошие и нехорошие, вообще относительно. Да, наверное, может быть, что под вопросом, было бы неплохо, если вокруг меня было много народу. Но вообще-то, если честно, я бы скорее больше устал от большого количества народу. Если вокруг меня большое количество людей и знакомых, это еще не говорит о том, что я хороший человек. Возможно, это говорит о том, что у меня есть связи или какие-то ништяки, которыми эти люди пользуются. Хочу ли я, чтобы меня эти все люди юзали по полной программе, я не уверен. Вот у меня сейчас тоже такое есть. Допустим, я занимаюсь определенную должность, имею определенный статус. И, допустим, если человек какой-то со мной начинает общаться, я начинаю как-то интерпретировать то, что он общается из-за того, что я такой-то, но не из-за того, что я как хорошая личность. Да, потому что у тебя есть базовое сомнение в самом себе. Вот, они есть. То есть у тебя базовая история, что даже если я тебе, ты купишь себе яхту, да, ты купишь себе яхту. Ну, я всегда буду подработанная какая-то, буду выискивать в себе. Ты купишь себе яхту, вокруг тебя будет куча народу, у тебя будет куча денег на счете, у тебя будет там грамота от президента, я не знаю, и так далее. Ты все равно будешь сомневаться, потому что ты базово в себе, базово в себе сомневаешься. А у меня к тебе вопрос, Саш, а вот ты говоришь, я анализировал. Вот это базовое сомнение, оно, можешь мне рассказать, вот коротенько, оно откуда пошло в твоем во всяком анализе? Могу. Только что хотел бы остановить и рассказать. Ну, имеет ли, вот это, что я сейчас расскажу, вот к условной любви. Я себя вот все детство, не себя, а был таким отбросом, как бы, не знаю, как бы, ну, меня недооценили, у меня не было там много друзей. Допустим, я жил там в маленьком городе, и когда там выходил на улицу, мне там кличку там назвали, у меня там «Космос», у меня там не было друзей, меня все время там обзывали. Клевая погремуха, кстати, «Космос». А? Клевая погремуха у тебя была. Потрясающе, да. Была она мне почему-то очень бесила. Ну, у меня там только был один друг, и, соответственно, потом у этого друга появился там другой знакомый, он к нему перешел. Потом мы приехали в другой город, там, я думал, как бы, уже в другом городе буду себя позиционировать, как, ну, уже по-другому, как другая личность, пассивная. Это было детство, я вот переехал, получается, в другой город где-то лет 13. Соответственно, я там уже понял что-то для себя, думаю, сейчас буду другим, у меня будут много друзей, я там буду отстаивать свои интересы. Прихожу, они опять вот дают погремуху, соответственно, опять, ну, все-таки та же самая история. Ну, и после этого я уже там поступал в универ, меня уже таких людей не преследуют, которые там меня об этом оскорбляли, пошили, потому что, ну, как бы, уже времена другие, такого нет. Это все понятно, но это уже потом. А если взять твое положение вещей где-то 2-5 лет, особенно в отношениях с папой, можешь рассказать? Я в этом возрасте особо вообще ничего не помню. Ну, потому что с папой, ну, папа вообще не участвовал в воспитании меня. Ну, может, когда там я был, если знать, на возрасте, может, там как-то участвовал, мама говорила, что он там любил меня. А так, ну, уже где-то класса после 2-го там, да даже с 1-го класса он точно не участвовал, они там там развелись с мамой. А как он не участвовал, ты помнишь его в 1-2-м классе? Запомнил он, ну, только ругал, если были какие-то там по школе проблемы, да и, в принципе, на улице. Все время там подстерегал мне что-то, говорил там, ты что, то-то сделал плохое, то-то сделал. Я там, я подобную трубу смотрел, ты что, курил там, ходил по углам. Ну, и в таком плане все. Ну, в общем, хорошего там, если там что-то я сделал, такого вообще не слышал. А он занимал какую-нибудь для тебя авторитетную позицию изначально? Ну, да, это ж мой отец все-таки. А можно рассказать про его авторитетную позицию и как он потом себя вел более детально? В смысле, потом? Ну, вот примерно лет 6-7-8. Его слова, какие сейчас вспоминаются? Первое, что в голову приходит. Что, вот если говорить, Саш, про обиду, да, и если говорить про обиду на папу, то какие его слова и какие его фразы вот сейчас бы вспомнились? Ну, ты знаешь, не больше слова мне нравятся, а там выражение лица, когда он только там меня встречает, он такой, знаешь, таким каким-то раздражением смотрел, такой, типа, пришел там, что, денег просить, что ли там? Да тут, ну, что ты пришел мне, дай, там, посидеть, телевизор посмотреть, там, своими делами позаниматься. Не надо лезть там. Смотри, телевизор посмотреть, своими делами позаниматься. Это про что? То, что я не нужен ему. Ты несколько раз повторил слово «достоин». А теперь послушай, что ты говоришь. Зарплата, успех, друзья, востребованность, похвала. Для меня это так важно. Когда маленький мальчик, Саша, приходил домой, он хотел внимания. Он хотел, чтобы просто ему уделили внимания. Потому что таким образом эта заинтересованность обеспечивает ему понимание значимости. И когда маленький мальчик приходит домой, и ему не уделяет эту значимость, и транслирует как раз-таки незначимость, незаинтересованность. Первое, что приходит в голову любому ребенку на уровне инстинкта, что он незначим для внимания. Вот как зародилось базовое твое убеждение. Я незначим для самого значимого мужчины в своей жизни. И это значит, что я какой-то незначимый. А затем настраивается очень простая конструкция. Я хочу почувствовать эту значимость. Как же мне почувствовать, черт побери, эту значимость? И вот тут у тебя путем ассоциаций, путем каких-то действий, ты начинаешь понимать, что оказывается, можно быть успешным. Оказывается, можно получать там зарплату, похвалу, восторг, друзья. То есть ты начинаешь выстраивать стратегию жизни всю абсолютно пропитанной одной историей. Я зарплатой, подъемом зарплаты, похвалой, количеством друзей, количеством восторга в мой адрес получаю ту самую значимость, которой мне так сильно не хватило когда-то. Я как бы закрываю эту бездомную дыру, кидая туда постоянное количество денег, друзей, похвалы и восторга. Вот почему у тебя начались все эти паники и прочие вещи, когда у тебя по работе тебя понизили. Ты почувствовал свою а-ля незначимость. Потому что ты успел синтерпретировать, что понижение в должности или там по проекту, это тот самый отец, который от тебя отвернулся, который сказал тебе, ты незначим, поэтому мы тебя понижаем. Для тебя любые ситуации, которые будут так интерпретироваться, будут как серпом по яйцам. Потому что на самом деле тебя понизили не потому, что ты незначим, нелюбим и плохой, а потому что так выстроилась управленческая организационная структура. Потому что совет директоров или собственников там и так далее принял определенные управленческие решения. Это никак не связано с тобой лично, это связано исключительно с бизнес-процессами. А ты все эти вещи, друг, например, перестал с тобой выходить на связь, в деньгах тебя понизили, там кто-то тебе не сказал похвалу, ты автоматически интерпретируешь через вот эту детскую призму незначимости. И твой рациональный, Саша, ответ должен очень четко и осознанно включать в себе очень четкие слова. Понижение в работе, понижение в деньгах, друзья. И все эти вещи, которые сегодня происходят, у меня автоматически интерпретируются, как будто я незначим через ту травму, которую я успел хватануть в отношении к отцу. Поэтому вот почему у тебя все вот эти вот истории, они именно так для тебя травматичны. Потому что ты успеваешь их интерпретировать как доказательство собственной незначимости. Это ж как надо было любить своего отца во всех хороших смыслах этого слова, чтобы его поведение синтерпретировать так глубоко. Ведь он обычный невротик, обычный человек, такие как все, у которого были свои какие-то заморочки, свои какие-то убеждения по поводу детей. У него у этого человека, у папы твоего, был свой папа или не был папа, и там дедушка и бабушка и так далее. Которые тоже могли проявлять себя определенным образом, и он просто не умел проявлять к ребенку внимание. Он не горел этим, у него не было в принципе такой потребности. Поэтому он себя вел так, как он мог. А не потому, что изначально этот маленький мальчик Саша был для него незначим. Возможно, он и был для него незначим, но только лишь согласно его убеждениям, что сын сам там приготовит суп, сын сам там разберется, ну двойка, ну и что. Он просто себя так вел, потому что он бы вел себя так с любым человеком. С тобой, с Петей, с Кириллом, с Васей, Жорой, Светой, Наташей и так далее. Но маленькие дети, они как открытое забрало, впитывают от значимых людей их поведение. Вот почему. Значит, сейчас кто в чате, блядь, начнет вот это мракобесие, «Ой, ну меня Юлечка так же пойдет нахуй с занятий моментально, блядь, долбоеба мне». Сколько вы че делаете? Юлечка написала, Юлечка, ну так же, какого хера ты это делаешь, а? Мы, блядь, разбираем важный для вас момент. Это, блядь, пиздень сидит и пишет, что у нее в чате у Юлечки так же, как у нее, блядь. Ну вы че? То есть, какими надо быть... Прости меня, Саша. Какие у тебя сейчас мысли и эмоции по поводу того, что я сказал, по поводу твоей интерпретации? Ты прям в точку упал. Ну знаешь, как бы с этим проработками, я практически близко к твоему, что сказал Дуда, но у нас такое ощущение, что мне не хватало, чтобы кто-то... А сейчас я хочу кое-что сделать. Того, чего тебе не хватало. Представь себе, что папа сидит рядом. Тебе лет шесть ты учишься в первом классе. Ты приходишь со школы, и ты дома, и он там. Если бы ты был откровенным, как бы ты ему сказал, на что-то обижено, первого лица, начиная с фразы, пап, ты знаешь, если честно, мне так не хватает, и продолжим. Может, не надо? Я почему-то этого момента боялся. Потому что почему-то она не очень эмоционально откликается. Я не просто так этот момент, эту фразу и спросил. Потому что я чувствую, чего ты боишься, и я знаю, чего тебе придется делать. Пояснить? Да. И я знаю, что там будет много слез. Да. И я знаю, что ты этого стесняешься. Но это, во-первых, никак не доказывает, что ты слабый. Это никаким образом не говорит о том, что ты какой-то женственный и так далее. Я тебе просто хочу секрет сказать. Секрет заключается в том, что пока ты про это не поплачешь, и пока ты про это не проскулишь, в прямом смысле этого слова, как пиздец я на тебя обижен, и как мне тебя сильно не хватало. И как я хотел, чтобы ты говорил то-то, то-то и то-то, как сильно мне тебя не хватало. Вот когда ты начнешь про это говорить и плакать, то напряжение и та обида, которая внутри тебя отравленной стрелой сидит в сердце, начнет выходить. Да, она будет выходить в виде эмоциональных таких всплесков. И у меня поэтому каждый день кто-то плачет. У меня в кабинете сзади уходит коробка салфеток. Потому что я знаю, что пока мы вот эту базовую проблему не проплачем и не проговорим, вы будете смотреть на мир с этой призмой. Поэтому тебе до конца не получается. Ты как бы на уровне интеллекта и логики понимаешь, но внутри вот это сидит. Это знаешь, Саш, на что похоже? Представь себе, что у тебя есть абсцесс, а ты пьешь антибиотики. Вроде как температура спала, но сука нарывает. Ну да. Поэтому пока ты не начнешь выплескивать вот эти слезы, просто запиши фразу или запомни ее, потом в копии будешь пересматривать. Если ты не хочешь сейчас, ты можешь попробовать это сделать наедине с самим собой. Я вообще поплакал. Это говорит о том, что там действительно слишком много нарыва. Я уже на самом деле столько слез из меня вышло. Я думал, я вообще уже в жизни не буду плакать. Значит, сейчас ты имеешь в виду? Не, ну до этого, за это время, то, что я там занимаюсь с собой. Значит, не все вышло. Значит, смотри, фраза заключается в следующем. Ты садишься в комнату, минутку-две пребываешь просто в таком вот расслабленном состоянии. Спокойно дышишь, ничего не вспоминаешь, просто вот концентрируешься просто на какой-нибудь там точке, на стене, просто расслабляешься. А потом пытаешься вспомнить вот именно в возрасте около 6-7 лет, тогда, когда как раз папа вот так себя вел. Обычно тебе какая-то картинка сразу придет в голову в виде ассоциации воспоминаний. И ты визуализируешь папу напротив и говоришь ему вслух от первого лица фразу из гештальта. Пап, ты знаешь, если честно, и начинаешь вспоминать и выражать те чувства и эмоции, которые у тебя были. Когда ты так-то себя вел, или то-то сказал, или так-то я поступил. Мне было так больно и обидно, потому что я ожидал. Я так хотел, чтобы ты. И начинаешь перечислять, если начнется слезы, сделай паузу, поплачь и продолжи. У меня плакали и топ-менеджеры, и политики, и школьники, и студенты, и беременные школьницы, и кто нам только... Это нормально, потому что пока мы это не разрядим, это будет, сука, тобой управлять. И ты не будешь понимать, почему не получается до конца. Вот этого конца тебе не хватает. Этого именно до конца тебе не хватает, чтобы ты об этом научился плакать и говорить. А не подавлял это в себе. Потому что вся твоя невротическая организация, она у тебя оттуда и растет. Потому что твоя зарплата, твои друзья, это все история про докажите мне, что я значил. И если вдруг совет директоров решит просто Александра там поставить на другую позицию, ты скажешь, блядь, я не значим. Друзья скажут, Саш, ты знаешь, мы сегодня не сможем. Блядь, я не значим. У тебя все будет через одну простую идею проходить в голову. Знаешь, как Марк Порзе. Карфаген должен быть разрушен. Саша, вы знаете, нам придется вам повременить с назначением этот проект, потому что у нас вот корпоративная проблема там такая-такая-то. Все, я не значим. Саш, слушай, мы не сможем приехать в выходные на шашлыки, у нас там проблема случилась. Все, я не значим. Ты знаешь, я не смогу с тобой встречаться, ты не в моем вкусе. Все, я не значим. То есть у тебя все, понимаешь меня, Саш? Да. Обстоятельства, которые связаны с огромным количеством факторов, будут автоматически подтягиваться про я не значим. Напишите плюсик, кто сейчас почувствовал этот кейс на себе и очень глубоко. Это очень типичная история в неврозах. И это вообще не про панические атаки, и это вообще не про горофобию. Вот что такое терапия неврозов. Вот она, базовая структура. Вот она. И кто сегодня спрашивал про самооценку, и кто сегодня спрашивал про заниженную. Вот оно, вот оно туда. И это и отличный щекейс. Что ты сейчас чувствуешь, какие мысли? Легкость. А с чем она связана? Немного породал, тут посидел. Вот видишь, если бы периодически ты был бы более честным с собой, и честным, причем ты еще сдерживался, имею в виду. Да. Если бы ты был более честным, если бы ты был более... Слушай, я сейчас хочу одного клиента спросить. Ростислав, а ты здесь сейчас онлайн? Или ты в копии смотришь? Просто мне интересно. У меня есть один клиент. Вот он. Ну что, зашло тебе, Ростислав? У меня есть клиент. Он не из России. Он, скажем так, медик, да? Вот мне кажется, он сейчас просто с тобой вместе рыдает. Он тоже очень успешный человек в своей сфере, но один в один история. И таких людей в моей жизни за 10 лет... Вот. Он тоже вместе с тобой плачет. Причем это два взрослых мужчины, старше меня. Но основа с отцом одинаковая. Поэтому, Саша, я хочу, чтобы ты понял, что ты не один такой. И люди разных социальных обстоятельств, они такие же, как и ты. Потому что ты все тот самый маленький мальчик. Ростислав сейчас сидит и улыбается, потому что он у меня на скайп-консультациях. Мы об этом часто говорим. Он знает о том, как это эмоционально. Вот про что вы должны понимать. А потом... Саша, ты здесь? Да, да. А потом ты должен почувствовать, как ты обстоятельства жизни подтягиваешь под эту призму. И когда у тебя автоматически пойдет, ой, я незначим, ты должен сам сесть и сказать, так, стоп. Мои друзья сейчас отказались. Почему? Потому что шина спустила, может быть это, может быть то. Нормы перехотели, голова заболела. Геморрой вылез, всякое может случиться, а не потому что я незначим. Проект не дали должность и понизили, потому что куча корпоративных обстоятельств, а не потому что я незначим. Я просто привык любой негатив или какое-то обстоятельство воспринимать пронезначимость. И этот кейс, он настолько полезен для всех людей, которые страдают неврозами, потому что в каждом втором случае в терапии ВСД и панических атак, под этим стоит именно вот эта детская психологическая травма поведения родителей и как они, детки, детки это считывали. Мои родители развелись, когда я был маленький. И я от Ростислава и от тебя недалеко уходил тогда. Но мне пришлось много про это проработать, чтобы вообще это закрыть. И я тебе, Саша и Ростиславу, могу сказать, что это абсолютно поддается не то чтобы лечению, а искоренению. Потому что в какой-то момент эта рана станет пустой, заштопается, и там будет просто небольшой шрамик. Но чтобы эта рана стала шрамиком, ее надо постоянно промывать, санировать, промывать, санировать и так далее. Вот что такое психотерапия. И ты не должен этому детскому складу травматизации позволить управлять тобой. Иначе тебе сколько годочков сейчас? 32. Иначе вся твоя жизнь и все твои социальные и личные неуспехи будут преломляться через что? Я недостоин. Я хочу сейчас кое-что проверить. Как бы ты сказал сейчас самому себе с точки зрения четвертой колонки рационального ответа, если какие-то друзья не смогли приехать на встречу? Сейчас. Ну ты интуитивно, не обязательно лезть в дневник. Ты же неправильный школьник. Будь неправильным. Никто тебя не поругает. Например, если со мной не смогли встретиться, правильно? Ну, предположим, да. Ты планировал, а они не смогли. Ну, такое бывает, то, что у людей какие-то бывают свои обстоятельства, и эти обстоятельства не позволили нам встретиться. И это вовсе не означает то, что они могут там себе придумать что-то, и мне это надо сказать. Ну, это означает, что действительно так, и они не смогли прийти. И совершенно меня не характеризует, что я плохой, и они со мной не хотят видеться. Сам себе ответь. А по привычке я сэмоционировал почему? По привычке. Ну, а почему? В чем привычка? Ну, привычка в том, что я начинаю это интерпретировать на себя. Каким образом? Объясни детально. То, что я думал, то, что все действия, которые направлены, ну и связаны со мной, я интерпретировал это лично на себя. Каким образом? Детально. То, что мы сегодня разбирали, подетальнее. Я с детства веду поведение, начал тттм, поэтому я привык. Давай сам, своими словами. Мне очень важно, что ты это проговаривал, потому что когда очень речевой центр развивается, происходят некоторые нейрофизиологические процессы, поэтому я постоянно прошу сказать. Я это интерпретирую, потому что в детстве я от отца требовал, не требовал, неосознанно требовал внимания, но его не получал. И в связи с этим у меня развивалось такая... Почему же неосознанно, подожди, что ты с себя ответственность снимаешь? Почему неосознанно? Скажи честно. Ну, я так... Наверное, не понимал же тогда, что... Понятно, но сейчас на уровне осознанности, ты же можешь сказать, что это было не осознанно? Я, когда был маленьким мальчиком... Давай, скажи правду, для меня было очень важным и мне хотелось продолжить. Для меня было очень важно, что отец занимает большую часть моей жизни и он любит меня, он рад, что у него есть сын, и он им гордится. Для меня это было важно всегда. Но по факту... Вот я и хочу, чтобы ты понял, вот, Ростислав, тебя очень сильно сейчас поддерживает, потому что если бы ты видел, что с ним происходило все то же самое, это очень важно. Вот эта фраза, я за тебя ее продолжу. Да, мои друзья не смогли приехать навстречу. Я не знаю на 100% почему. Может быть, они перехотели, может быть, случилось что-то, может быть, всякие причины. Но я точно знаю, почему мне сейчас неприятно от того, что они не приехали навстречу. В моем детстве было очень важным событием, где, когда мне было лет 5 или 6, папа был для меня достаточно значимым. Я жил в таком районе, который требовал некоторых морально-волевых качеств. Я бы хотел, чтобы папа меня поддерживал, чтобы я чувствовал эту поддержку и значимость мужское плечо. Но у моего папы были свои убеждения и свои какие-то собственные тараканы в голове. И когда я приходил, он отворачивался, и он игнорировал мои просьбы, мои какие-то... Даже, в принципе, без просьб он меня особо так, ну, игнорировал. Я успел считать его поведение, как будто я для него незначим. В то же время я видел поведение других пап относительно своих друзей. И у меня сложилось такое ощущение, что для них папа с ними себя ведет так, а со мной себя ведет так, потому что я какой-то незначимый, эффективный, какой-то неправильный. И с этим я потом пошел во двор. Во дворе некоторые сильные, более яркие ребята сразу взяли позицию определенную, и я стал углублять ощущение собственной какой-то никчемности. Но я сегодня понимаю, что на самом деле папа себя так вел, потому что он бы вел себя так со всеми. Да, я маленьким мальчиком успел неправильно синтерпретировать его поведение. Я осознаю, что сегодня, когда друзья не приехали на встречу, я успел по привычке подумать, что это доказательство своей незначимости. Ровно так же мои панические атаки начались, потому что когда меня понизили в должности, это был просто технический момент, но я успел понять это как доказательство, что я незначим для компаний, для этих главных людей. А у меня в совете директоров есть главные люди, такие а-ля папы, да, Саш? Перед которыми я должен доказать свою значимость. И когда эти люди меня понизили вынужденно там в позиции, я подумал, что я опять незначим. И это моя привычка, над которой я буду работать. Я знаю, что понижение, деньги, друзья и прочие вещи какое-то время по инерции будут мной интерпретироваться как апризма маленького мальчика. Но я чётко знаю, что я могу этим управлять. Пускай не сразу, но я могу этим управлять. И я знаю, что со временем я буду воспринимать события с друзьями на работе, в личной жизни, как просто обстоятельства жизни, а не как тот самый маленький мальчик, который чувствует себя незначимым. Услышал что-нибудь? Конечно. Вот я сейчас сказал вот прям в точку. Я, наверное, понял, почему я хотел от него этого внимания. И я хотел от него поддержки, то есть именно с мужской части. То есть когда, ну как ты сказал, там унижали, я искал в нём поддержку, чтобы рассказал, как мне действовать. В общем, наставил на путь истинный. А я от этого от него и не получал. Это и есть та обида твоя. И если бы ты пошёл бы на камне на гештальт сессию, то мой вопрос был бы «Расскажи, как ты на него обижен?» И ты бы сто процентов бы про это бы сказал, что когда ты был мне нужен, когда там Серёга во дворе и там и Коля во дворе, когда ты мне был нужен, ты себя повёл так, и я понял, что я незначим для тебя, и мне не у кого было спросить это. Вот на чём базируется твоя обида. На строчку. Вот как выглядят неврозы человеческие, а не панические атаки с кардиофобией. Понимаете, насколько это далеко от… Вот где ваши панические атаки с агорофобией и где базовая работа над невротическими вещами? И это настолько большая пропасть, что когда я слышу историю, что я исцелю и избавлю вас от панических атак, и вы будете столько счастливы, у меня реально возникает очень сильное удивление. Вы серьёзно так думаете? Вот вам сегодня, Александр, один из многочисленных, многотысячных примеров, как реально выглядит невротическая проблема. И вегетососудистая дистония здесь просто отголосок на вегетативной нервной системе сверху. Саш, что скажешь? Это потрясающе. Что ему сказать? Слова нету. Саша, у меня ещё пару вопросов есть. Давай. Это всё то, что я на людей ярлыки вешаю, то, что, допустим, они там не могут быть лучше, меня, или то, что, там, я не знаю, прихожу, допустим, в какое-то общество, я почему-то сразу начинаю оценивать людей. Я не могу так просто принять его как человека, я просто общаюсь с ним. Я начинаю сразу искать минусы, чтобы принести его, чтобы я не считал, что он там лучше меня, там, ещё что-то. Начинаю думать о том, что не может быть лучше меня, он по-моему хуже, он плохой какой-то. Если он там заработал деньги, ну, сто процентов, это он по знакомству, или там, он повезло. Не ищу, как бы, тех моментов позитивных, а наоборот, пытаюсь примизить. Ну, смотри, я понял. Смотри, это типичная форма поведения для парней, которые выстроили вот такую стратегию. Бессознательно это выглядит так, что ты настолько переполнен обидой на папу, как значимого мужчину, что когда ты встречаешь других мужчин, которые позиционируют себя как успешные, которые позиционируют себя как сильные, ты начинаешь автоматически подвергать их сомнению, чтобы тебе было комфортней. Потому что, если бы ты не подвергал их сомнения, то получилась бы ситуация как? Поскольку ты базово считаешь себя незначимым, поскольку ты привык так считать на самом деле, то базово бы ситуация выглядела так. Ты приходишь, базово считаешь себя незначимым, видишь вот этих там мужиков, они для тебя автоматически становятся авторитетами, и ты чувствуешь сильную тревогу. Поскольку ты базово считаешь себя незначимым, они авторитеты, и ты среди авторитетов сразу теряешься. Поэтому, чтобы подожди, 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 тормози, сейчас. И чтобы вот эту тревогу перед авторитетами научиться снижать, тебе проще занизить их авторитет. То есть ты приходишь и говоришь, так, это все говно, этот насосал, этот, значит, украл, этот, блядь, ему повезло. То есть ты сознательно пытаешься принять их для себя в авторитете, чтобы не испытывать еще сильную тревогу в виде дисбаланса внутреннего. Примерный механизм, понимаешь? Да. Поэтому что здесь можно сделать? Этот механизм сам с собой идет. Кто-то в чате задавал вопрос про стратегии. У тебя, как только ты начнешь, вот эту обиду и вот эту предвзятую форму интерпретации мышления проплакивать, как это правильно сказать, проживать, выражать и на когнитивно-поведенческом уровне оттачивать ввиду полного осознания, как у тебя это управляется прямо сейчас, у тебя и стратегия поменяется. И я вангрую тебе, что у тебя в новом году, уже даже ближе к новому году, ты перестанешь так зависеть от количества людей, ты перестанешь так зависеть от рыночной ситуации, ты перестанешь так зависеть от похвалы. Да, для тебя всегда похвала будет приятной, и всегда какие-то ништяки, прилетающие в твой адрес, будут приятными. Это нормально. Но когда ништяков не будет, когда какие-то друзья как-то себя поведут, или рыночная ситуация в компании сложится каким-то образом, ты не будешь воспринимать это как «я незначим». Ты скажешь «да, мне жаль, что не получилось, но это рынок, это корпоративный сектор, это, в конце концов, обстоятельства непродолимой силы». То есть ты будешь расстраиваться, Саша, по-человечески. А сейчас ты расстраиваешься, как тот самый шестилетний маленький мальчик, который привык считывать вот эти все события как незначимые, и привык заходить в аудиторию взрослых дядей, вот этих вот парней авторитетных. Ты же маленький шестилетний парень, да, который входит в класс, там эти льбы здоровые бегают, ты перестанешь их обесценивать. Ты начнешь с ними на равных разговаривать, скажешь «привет, пацаны, как дела?» Это то, что будет первым тебе бросаться в глаза в твоей терапии. И все увидят, что ты изменился. Вот увидишь. Да. Я тебе рекомендую, я тебе рекомендую, вот этот твой разбор, это как книга твоя на всю жизнь. Вот все, что мы сегодня с тобой обсудили на протяжении, я не знаю, скольких минут, это твоя книга, самое главное в жизни. потому что, если ты будешь пересматривать этот фрагмент, ты с каждым разом будешь понимать все больше, больше и больше. Знаешь, как вот книгу один раз прочитал, вроде что-то понял. Через полгода книгу взял, видишь, о, еще понял. Вот если ты этот фрагмент для себя сохранишь, если ты этот фрагмент будешь пересматривать хотя бы раз, минимум раз в месяц, твоя терапия будет продолжаться и без меня. Потому что то, что я сегодня сказал и сделал, это каждый раз запуск важных процессов. Процессов и процессов и процессов. И ты достигнешь тех результатов, которые тебе нужны. Да, Леш, спасибо. Спасибо тебе. У нас люди в чате просят анонимно выложить это на канал в Ютубе. Что скажешь? Да, пожалуйста. Режим на благо пошло. Спасибо тебе большое. Это действительно... Еще, Леш, хотел сказать, что... Это будет... Подожди, это будет очень большое благо. Ты просто не представляешь, как ты только что своим одним решением помог тысячам людей. Ты даже себе просто масштаб этот не представляешь. Ну, пускай будет во благо, но ты не представляешь, какое количество тысяч судеб ты только что смог изменить. Ты просто себе не представляешь это. Что ты хотел спросить? Да, спросить, сказать. Вот этот инструмент по национальному интеллекту, шкала эмоций. Офигенная штука. Ну, если кто-то там не практикует это, делать оно очень помогает. Ты имеешь в виду тот самый маятник, который мы делали... Да, да, от минут 10 до 10. Ну, он будет на Никеланджело в самом начале. Он просто очень важный, потому что ты можешь этим управлять. Смотри, Саш, как этот инструмент можно применить тебе в реальной работе. Вот 26 ноября мы начинаем 12 сезон. Те ребята, кто не были на точке, сейчас на точке роста, они это увидят на Никеланджело. А тебе что можно сказать? Вот ты сегодня пересмотришь вот этот свой кейс. Поймешь, что ты по привычке, понял, да, интерпретируешь все вот эти штуки. Они у тебя будут по инерции пролетать. Ты берешь от минус 10 до плюс 10. И когда у тебя что-то в жизни происходит, то есть ты теперь подтягиваешь к этой шкале конкретную вот эту технологию. Ты говоришь, так, я сейчас на минус 5, потому что я успел синтерпретировать ситуацию. А как сейчас можно подумать более рационально? Они могли так-то, 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 потому-то, то-то, потому-то, то-то, потому-то, то-то, то-то, потому-то, то-то, то-то. То есть ты поднимаешь себе теперь шкалу из минуса в ноль, а потом чуть выше конкретным рациональным ответом уже в конкретном твоем аналитическом разборе. То есть ты поднимаешь себе шкалу не дискотека и авария, а ты поднимаешь себе шкалу, да, а ты поднимаешь себе шкалу рациональным ответом. Понял? Вот попрактикуй это. И обязательно пересмотри свою кисть неоднократно, и ты увидишь, насколько он будет для тебя каждый раз заново эффективен. И обязательно не сдерживай свои эмоции. Обязательно начни это упражнение. Пап, ты знаешь, если честно, мне было так обидно. Пап, ты знаешь, если честно, мне так не хватало. Ты знаешь, если честно, вот когда ты тогда мне так было. Вот Ростислав знает о чем это. И ты знаешь теперь о чем это. И очень важно выпустить и выпускать из себя это. И когда это дойдет до точки ноль, ты сможешь рассказывать про папу с грустью, ты сможешь рассказывать про папу с некоторыми, с таким грустинкой, но у тебя слез уже не будет. Ты знаешь, да, я понимаю, что у меня вот так было, да, мне жаль, да, мне обидно по-своему, но у тебя слез больше не будет, надрыва не будет, напряжения вот здесь не будет. У тебя будет история, что мне жаль, но я знаю, что если меня сегодня понизит, это просто рабочий момент. Да, я знаю, что у меня автоматически шли все время эти интерпретации, я всю жизнь бегал за зарплатой, за похвалой, за друзьями, за восторгом, за успехом, как за метафорой, чтобы наконец-то получить эту значимость. Но я сегодня понимаю, что я в чем-то могу быть неуспешен, это просто рынок, это бизнес. Ты меня услышал? Да, очень, очень услышал. Усехов тебе, будь хорошим. Спасибо, ты большой человек. Ты тоже, спасибо. Всех, пока. Пока. Не ожидал я такого поворота событий. Еще раз отдельное спасибо Александру за искренность, и за эмоции, и за, казалось бы, ничто не предвещало, как говорится, глубокого разбора в его заявке. Но как-то, опять же, интуитивно получилось выбрать из заявок то, что действительно поменяет очень большое количество людей вообще к пониманию о том, что такое психотерапия, и о том, что такое подход к лечению неврозов. Я, наконец-то, хотел бы, чтобы вы поняли, насколько это глубоко и насколько это эмоционально важно. Почему я не спросил про маму? А потому что мама там выполняла роль такого, знаешь, защитного некого бушера, которая реализовывала его главные биологические потребности. Она его кормила, одевала, там, да, какие-то такие нюансы, но папы является самым главным аспектом самооценки, не мамы. Мамы выполняют, вот Саша пишет, да, мама выполняет биологические функции. Я не хочу, чтобы сейчас мамы обижались, да, но для девочки и для мальчика после четырех лет жизни папа является фундаментальным формированием самооценки, его поведение, его отношения, а не мама. Мама после четвертого года жизни начинает выполнять и продолжает выполнять исключительно биологические функции. Вот и все. Там есть, конечно, некоторый нюанс, где мамы начинают сердобольно переходить границы, они вторгаются в симбиоз, но в целом мама, она немножко про биологию, а папа немножко про самооценку. Но хотите пример про Дарвина? Мама родила, первая ее задача – это что? Кормить. Потом ее задача – это что? Это, в принципе, ухаживать, вылизывать, мыть, это самое, кормить и так далее. А вот потом учить охотиться. Просто есть биологические виды, где именно папы учат охотиться, и именно папа выстраивает самооценку. И вот мужчины, простите меня, люди человеческие, да, это тот самый биологический вид, когда именно мама, вот когда ребенок маленький, вот он родился, да, младенец, и где-то до двух с половиной лет задача мамы – выполнять базовые потребности. Еда, тепло, на руки. Еда, тепло, на руки. Еда, но примитивно пиздец. Еда, тепло, на руки. Он чувствует свою защищенность, он чувствует сытость, что он не голодный, не холодный и не брошенный. Но как только мозг начинает развиваться и начинает формироваться личность, уже более фундаментально, возникает рост самооценки. Кто я? И вот тут и девочка, и мальчик видят этого самого главного архетипа или самого главного мужчину в своей жизни. Как для мальчиков, так и для девочек. Это папа. И от поведения папы по отношению к девочке, и от поведения папы по отношению к мальчику и будет зависеть та фундаментальная, базовая самооценка. На этом примере я очень детально показал это. Спасибо вам за просмотр, если вы будете смотреть на канале Невроза Мегаполиса. И еще раз я вам хочу сказать, что панические атаки, ВСД и прочие фобические конструкции это настолько на верхушке напряжения. И насколько, вот на примере этого кейса я вам показал, как выглядит глубоко понимание психотерапии. Спасибо вам большое. Володь, здесь у нас точка. Окей? Вот этот момент, он важен очень. Окей. Так, вопросы по кейсу. Я думаю, их много будет. Саш, спасибо тебе еще раз огромное. Конечно же, обиды на маму тоже прорабатываются. И там, я не говорю, что мама вообще не создает никаких проблем. Мама своим гиперконтролем, своими словами тоже может создать неврозик «мама не горюй». Но все индивидуально. Но я сейчас вам говорил, как фундаментально выглядит история про самооценку. Понимаете? Фундаментально. Фундаментально. Поэтому, кто готовится стать матерью, или у кого родились малыши, очень важно понимать, что если вашему ребенку, там, 3, 4, 5, 6, 7 лет, девочка это или мальчик, папин вот этот вот пофигизм, равнодушие, это прям серпом по самооценке. Не обязательно сюсюкаться со своими дочерьми и сюсюкаться со своими мальчиками и девочками. Достаточно просто. Вот, Саш, ты здесь, да? Вот скажи, что достаточно, в принципе, просто зайти в комнату и сказать, как у тебя день прошел. Не надо там выделываться Эйнштейном перед ребенком и играть роль, знаете, клоуна там, развлекая. Достаточно просто зайти в комнату и спросить, как у тебя прошел день, как в школе дела, как во дворе дела, расскажи. Помните вот эту фразу? Расскажи. Расскажи, как прошел день, расскажи, что у тебя. Вот этот интерес, расскажи. Вот эта вот заинтересованность. Вот что. Всего лишь-то навсего. Блядь, этим долбоебом, сука, вы мне извините, за мой французский. Лень даже поинтересоваться у ребенка, как у него прошел день. Вот как это самооценку подрывает, понимаете? Да, пускай папа работает. Даже если папа развелся с мамой. Че, папа не может позвонить? Доча, расскажи, как прошел день, че с мальчиками, че с девочками, кто там обижает, че, так мы с тобой в субботу идем в кино. И девочка прекрасно в семь даже лет понимает, что папа с мамой не живут, потому что они поссорились, поругались. Но папа-то у меня есть, он же за меня. Эй, он же спрашивает, он же звонит, он же интересуется. Да, я по нему скучаю. Да, его нету часто рядом, но он постоянно мной интересуется. Это значит, что я какая? Какая я? Если папа постоянно мне интересуется и спрашивает, значит я какая? Значит я значимый для папы. Значит я важная для папы. Даже если я по нему скучаю, и его нету рядом, я конечно на него обиженная из-за этого. Но он постоянно интересуется. А когда, блядь, эти гоблины сколько забивают, но она поймёт, когда вырастет. Никуя она не поймёт, когда, блядь, сука, она вырастет. Она будет плакать потом у меня на терапии. Все салфетки в офисе будут мокрые. Володь, здесь паузу делаю. Спасибо вам большое. Простите за мою эмоциональность, но когда ты 10 лет сталкиваешься с этим, ну реально накипает. Ну мы же все люди, понимаете? Ну реально, ну накипает, блядь. Ну накипело, блядь. Давай. Спасибо. Идём дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА